Дизайн. Основы метода. Выбор центрального зуба, вокруг которого будет происходить ротация лоскута. Чем принципиально этот метод отличается от просто коронального перемещения, которое мы с вами рассматривали ранее? Здесь не просто перемещается в одной плоскости сверху вниз лоскут, а он еще как бы закручивается вокруг зуба. И он поэтому называется ротированный. Традиционно этот метод был предложен первично для верхней челюсти. Методом выбора были множественные рецессии 3 и больше. С определением центрального зуба. Классическая методика подразумевает, что этот центральный зуб будет клык. Ну и чаще всего на клыках действительно более выраженные рецессии, вследствие их частой дистопии, отсутствия вестибулярной кортикальной пластинки на корне и так далее. В дальнейшем определяется объем, количество зубов, который будет оперироваться. И в наш разрез, поскольку этот метод подразумевает отсутствие вертикальных разрезов. Здесь происходит ротация без перемещения именно такого традиционного в одном направлении сверху вниз. За счет ротации это перемещение происходит, а не за счет такого резкого перемещения вниз. Поэтому здесь нет вертикальных разрезов, но в зону операции попадает плюс один зуб с каждой стороны для того, чтобы ослабить натяжение слизистого надкосничного лоскута. Мы избегаем вертикальных разрезов, но забираем с каждой стороны по одному зубу. Вот это понятная ситуация. Дальше. Начинаем измерять глубину рецессии центрального зуба. Мы ее измеряем от цементной малевой границы до зенита, десны. И откладываем эту величину от вершины анатомического сысочка в сторону его основания. Так, как мы делали при корональном перемещении. Внимание! То же самое мы выполняем с другой стороны, в данном случае с дистальной поверхности. От вершины анатомического сысочка мы откладываем вот эту величину и ставим здесь точку. Это будет наша точка от разреза, от которой у нас начинается разрез. Это будет вершина хирургического сысочка. Теперь зуб, который дистальный от центрального, мы измеряем глубину его рецессии. И дистально откладываем ее от вершины анатомического сосочка в сторону основания. Ставим здесь точку. То же самое мы проделываем с медиальным зубом. Мы измеряем глубину рецессии, откладываем ее на медиальном сосочке. Он как бы веером вот так расходится от вас эти величины от центрального зуба. Откладываем ее, ставим точку. Это будет вершиной хирургического сосочка. Еще один зуб, который у нас вовлечен в процесс, мы измеряем глубину рецессии. Эту величину откладываем, ставим точку, обозначаем будущую вершину хирургического сосочка. И в разрез попадает, вы помните, еще плюс по одному зубу. Теперь дизайн разреза, который будет на основании вот этих точек. Удобно, когда вы измеряете, у меня, я вам покажу, двусторонний зонд. Один измеряет, а второй прямо тонко протыкает. И я ставлю вот эти кровяные точечки. Мне вот так удобнее всего потом по ним сразу начинать формировать хирургические сосочки. Кто там любит работать маркером, тоже не возбраняется. Я когда делала первые вот эти операции по зокеле, я маркером рисовала, мне было как-то это удобнее, понятнее. Сейчас, в общем, мне достаточно вот этих точек, я их быстро соединяю между собой. Теперь очень важно, мы начинаем формировать дизайн разреза с центрального зуба. Пока, что все разрезы полнослойные, обратите, пожалуйста, на это внимание. Все разрезы мы сейчас пока выполняем полнослойные. Вы начинаете соединять точку зенита, вот эту, в которой вы мерили глубину рецессии, от дистального зуба, который соседний к центральному. То есть вот эту точку вы соединяете с вершиной хирургического сосочка. Это разрез, вы ведете вот этот вот разрез прямо от вот этой точки края дизны сюда, прямо как бы рассекаете этот сосочек вот так в диагональ. То же самое вы делаете опять сюда, к центральному зубу, от медиального, от вершин зенита сюда, к точке нового хирургического сосочка. Рассекли, это полнослойный. Теперь вы начинаете потихонечку. То же самое вы сделали, вы соединили зенит с вершиной. Все разрезы стремятся, как веер в сторону центрального зуба, как в диагональ. Вот посмотрите, вот они раз-два, раз-два. То же самое делается с дистальной поверхностью. Здесь вы соединяете зенит с вершиной хирургического сосочка. Имедиально. И начинаете формировать сам лоскут. Для этого вы помните, что у нас по нашему закону над самой рецессией мы отслаиваем полнослойный лоскут. Над всеми рецессиями вы отслаиваете полнослойный лоскут. Потом вы переходите в зону хирургического сосочка, расщепляетесь. Опять полнослойный. Опять расщепились. Опять полнослойный. Расщепились полнослойный. Расщепились полнослойный. ушли все в полнослойный и здесь отпрепарировали полнослойный расщепились плюс один зуб все понятно всем? нет? мы идем как бы я не понял по поводу от центрального зуба измерения хирургии а какая высота разрезана плюс один зуб? там нету прямо по борозде да мы встречаемся нет мы встречаемся у центрального зуба у центрального зуба влево измерение происходит от высоты рецессии до вот этот размер откладывается влево да а этот туда вправо а разрезы стремятся к центральному зубу а разрезы стремятся к центральному зубу наоборот откладываем мы от зуба да ведь величины вот эти глубины рецессии разрезы стремятся сюда к центральному зубу да ну да но я да а остальные хорошо так же как мы препарировали при покорональном перемещении хирургические сосочки у нас расщепленные будьте здоровы то есть лиственнокосничный лоскут здесь полнослойный над зенитами рецессии мы выходим за мукогенгивальную границу и начинаем расщепляться устраняем да если там есть какие-то тяжи натяжение мышечные прикрепления полностью мобилизируем мобилизируем лоскут проверяем его мобилизацию и начинаем совмещать одну секунду сейчас доэпитализация анатомических сосочков по умолчанию происходит как и при корональном перемещении обработка зубов протокол поверхности корня обработки такое же все по протоколу по такому как мы уже обсудили вот мы доэпитализировали анатомические сосочки обработали зубы и спустились вниз и у нас получилось что вот у нас расщепление к расщеплению здесь полнослойное все и сосочки ротировали и закрыли за счет натяжения плотного вот сюда они как бы завернулись потому что они были вот так по косой туда разрезаны на модели я покажу это будет немножко более понятно вам фиксация такая же как всегда двойным обвивным петлевидным швом но первично когда они представили вот эту методику в 2000 году они проговорили вообще что вот он делает например раз-два шов и вот где у него была петля он уже не шьет второй раз то есть получается раз два три четыре шва на сколько у нас на шесть зубов получилось да потому что у нас четыре зуба были в процессе с рецессиями и по два с каждой стороны мы еще расширяли зону оперативной чтобы не делать вертикальные разрезы ну и так же если здесь применяется пластический материал трансплантат все что угодно это все фиксируется закрывается потом фиксирующимися швами и почему четыре три шва четыре потому что то что матрасный да будет обязательно да горизонт и все это заканчивается горизонтальным матрасным швом который должен быть больше чем протяженность операционной зоны шире да прямо он очень узенький получается такой как полоска совсем вот он растягивается и он прижимает в новом положении лоскут к надкоснице и нивелирует воздействие мышечных волокон эмэст Продолжение следует...